Ну и от чего тут упала бандана? Ведь противник же даже не прикоснулся к ней своим мечом. А даже если бы и коснулся, что с того? Это же не повод так просто упасть. До конца этой сюжетной арки мы так и не узнаем причину, по которой Идат избежал от своих товарищей. Что хотели сказать этим сценаристы, непонятно. В сериях по манге Цунаде никогда не против того, чтоб народа называл ее бабушкой. Но в этом филлере почему-то решила возмутиться. Детали миссии Цунаде не знает, кого охранять тоже, вообще ничего не узнала. Но при этом думает, что эти трое справятся. Можно подумать о ней лучше ниндзи деревни. Вообще непонятно в чем проблема была узнать подробности миссии. Ничего не имею против такого странного формата общения, но мне интересно. А что бы Алоэ сделал, если бы работодатель его бы не заметил? Так бы и сидел там, особенно учитывая тот факт, что самому Алоэ с улицы вообще не видно, есть ли кто-то внутри. Продавщица или полная дура, или Едата первый в мире мошенник. С чего она решила, что он с ними в одной компании? Он же отдельно все это время сидел. К тому же, он есть слово не сказал про то, что он вместе с ними и что они за него заплатят. И чего это Сакура с народа так взбесились? Ведь они же могут запросто не платить и будут правы. Но я бы еще мог поверить, если бы из ста человек один додумался заплатить. Но тут-то два из трех. Как ребята так быстро догнали Едаты? Ведь он же стартанул из кафе гораздо раньше, чем они. При этом ребята-то ведь не умеют так же быстро бегать, как Едата. Но стоило ему споткнуться, и они тут как тут. И какой вообще смысл был тогда нападать на гонцов, если они все равно дошли до Канохи? Алоэ что, сложно было проследить в какую сторону они пойдут после его нападения? И за что ему тогда вообще платят? Слушайте, я не знаю что это, пасхалка или отсылка, ну в любом случае я ее и не понимаю. Почему статуэтки выглядят точь-в-точь как персонажи животных? И при этом Сакура даже Пакуна не узнала. В момент, когда Сакура разворачивается, статуэтка все еще должна быть в ее руке. Однако ее нет, то есть получается предмет или вообще исчез из кадра, ну или Сакура как-то незаметно спрятал ее в карман. То есть забег уже вовсю идет, а ниндзя-дождя только сейчас узнали, что им нужно делать? Да и Алоэ тоже хорош. Если именно он управляет кораблем своего бегуна, то почему он не спешит на корабль даже после начала забега? Почему он не ждал там еще до забега? Зная это, Фукуски до корабля мог вообще шагом дойти. До этих событий нам дали четко понять, что Едата двигается намного быстрее, чем ниндзя-конохи. Однако в этой ситуации они почему-то бегут наравне. Я бы еще мог предположить, что Едата делает это намеренно для того, чтобы его охраняли. Но он же наоборот хочет, чтобы ниндзя-конохи рядом не было. Откуда у тебя с собой взялось яблоко? Ты что, всегда таскаешь его на подобный случай? Ниндзя-дождя снимают плащи, и их облик изменяется до неузнаваемости. Ну вот как, скажите, как можно было все это прятать под какими-то накидками? Режиссер, а не проще было просто заставить их использовать технику превращения? Это, пожалуй, наверное, самый жесткий косяк, который можно было найти вот в этих сериях. Вот здесь шансов успеть поймать Едата не было вообще. Наруто остановился на несколько секунд. Едата продолжал бежать вперед. Потом начал падать. Наруто за это время должен был понять, что находится в Гензюцу. Потом быстро сообразить, что Едата падает и его нужно поймать. Взять где-то веревку, которая непонятно откуда вообще взялась. Привязать ее к Наруто. И потом догнать Едата в свободном падении. Я не буду спрашивать, почему у Наруто так с собой мало оружия. Мне больше интересно, а что в этой сумке делают сюрикены? Они же обычно лежат совсем не там. Обратите внимание на Сакру. Мотает гигантскую веревку. До вечера мотать еще будет. Ага, ничего подобного. Смена кадра и веревка вообще пропала. Куда она ее делала, непонятно. А это что такое? Предупредительный выстрел, что ли? И как стрела умудрилась приземлиться за спиной Едата, если летела перед его лицом? Ребята отбили стрелы, которые благополучно исчезли после смены кадра. Саски уклоняется от стрел. Их тоже нету в последующих сценах. Наруто обрезал одну веревку. Вторая, ну, видимо, как-то сама обрезалась. Сакура в одиночку оторвала столб, на котором держался парус. Да Наруто с Саски даже вдвоем его не оторвут. Мало того, что корабль начал тонуть ни с того ни с сего. Так в добавок ко всему он еще и прекратил тонуть, когда ребята из него выпрыгнули. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ